У кого еще есть вопросы какие-нибудь? Какие-то проблемы? Возможно ли быть в блаженстве постоянно, каждый день? Блаженство, оно случается однажды. Однажды, если ты входишь в это состояние, ты остаешься в нем навсегда. И вот прежде, чем войти, когда ты медитируешь, когда ты приходишь на сасанг, когда происходит что-то, ты только прикасаешься. И это касание дает тебе очень много радости. Как будто ты просто открыла окно и посмотрела. Оу, как красиво! Это блаженство. Но это не значит, что ты в блаженстве. Ты просто прикоснулся. Вот когда ты прикасаешься, к этому блаженству ты вот думаешь, я хочу быть там всегда. Не хочу быть там полчаса, час. Я хочу быть там всегда. Это лучшее. Вот ты начинаешь. С медитацией может это произойти. Ум расслабляется, становится тихим. Практически его нет. И ты прикасаешься. Ум ушел. И вот здесь блаженство. Ну, опять ум приходит. Потому что ум не до конца закончил. Он только отошел куда-то. И он вернется обратно. Вернуться ему очень легко. Вот каждый раз, когда ты прикасаешься, это сатори. Просто вот окно открытое, и ты видишь небо. И это дает тебе большую радость. И ты думаешь, как я могу уйти в блаженство навсегда. Если просто смотреть на это очень красиво. Случается сатори. Ну, не сдается просто так. Столько жизней, столько лет он был с вами. Он не оставит вас в покое с легкостью. Если вы сидите, вот в океан. Он так красивый, такой большой. Я хочу прыгнуть. Если кто-то не умеет плавать, ему сложнее. Ну, он прыгает. Хоть и до этого он боялся, но теперь вот он несколько часов плавает, наслаждается. Да, вот даже может совсем глубоко, если уйти, то он станет этим океаном. Даже хорошо, если вы чуть-чуть прикасаетесь. Даже если одна капля. Если одна капля нектара блаженства всего. Она изменит всё. Ты никогда не останешься прежним. С одной стороны это очень хорошо, с другой стороны вы начнете искать и пытаться стать этим. И в один день это произойдёт. Возможно, в один день к вам придёт вот это ощущение, что я не хочу ничего больше, я хочу только это. В один, если весь океан будет изливаться на тебя, ты закончишься. Это произойдёт просто. Продолжай, медитируй, посещайся от санги, будь в этой атмосфере, будь в этом местах, где делать медитацию. И когда вот он будет готов, он уйдёт. В какой атмосфере ты находишься такой, и ум у тебя становится? Если ты будешь жить в окружении алкоголиков, ты сама начнёшь пить алкоголь. Если ты будешь жить в окружении политиков, ты сама начнёшь думать так, как они думают. Вот где ты находишься, где ты живёшь, твоё окружение, если ты находишься в окружении санисинов, в атмосфере любви, твое состояние будет не на этом. Поэтому так хорошо находиться с мастером. Больше возможности достичь этого. Просто больше медитируйте, больше находитесь в любви, будьте осознанны, и блаженство придёт. Но только не убегайте. Всё зависит от вас. Продолжайте. Это путешествие должно продолжаться. Очень часто ум хочет убежать. Очень боится. Продолжайте. Но вы продолжаете. Но вы продолжаете. Не слушаете ум. Потому что как только он идёт, наступит блаженство. Потому что как только он идёт, наступит блаженство. Если вы решили уже двигаться в этом направлении, просто нужно время на это. Если вы решили, это ваше решение. Существование никогда не будет вас заставлять. Когда вы будете готовы, тогда это и случится. Но если вы хотите других вещей, хорошо. В конце концов, вы перепробуете всё. Я уже знаю, что это, что то. Теперь я хочу только блаженство. Я не хочу никуда идти больше. Если ум чуть-чуть останавливается, чуть-чуть блаженство испытываете. Чуть больше остановился, ещё больше. Полная остановка блаженства навсегда. Хорошо. Каждый день у нас сатанги. Каждую субботу и воскресенье у нас медитационный ретрит. После завтра будет суббота. Будет ретрит. И на этой неделе будет ретрит Ом. Это очень хорошая медитация. Даже музыка не нужна. У вас нет никаких записей. Вы просто можете даже в лёд пойти. Сидеть возле океана. И можете начать медитировать. Никакого места специального не надо. Везде. Иногда, правда, есть в таких местах, где не стоит этого делать. Вот в ресторане, например, если вы начнёте петь Ом, вы можете нарушить что-то спокойствие. На пляже, в лесу хорошо это делать. Или в своём доме. Никаких инструментов не надо для этой медитации. Получаса Ом и полчаса сидеть и наблюдать. Каждый день будет несколько медитаций активных и Ом. И каждый день после сатсанга в 12.30 в медитации. И кто хочет присоединиться к ретриту, можете сказать «Сатвика». .